Лидер грузинского альянса патриотов Ирма Инашвили написала письмо, адресованное президенту России Владимиру Путину. В своем обращении она подчеркнула важность восстановления партнерских и дружеских отношений между странами. По ее словам, в стране проводился масштабный опрос жителей, который показал, что на самом деле множество грузинских людей хотят дружить с Россией. Управление инспектора по защите личных данных Грузии, узнав об этом крупномасштабном опросе, изучило аудиозаписи и потребовало удалить имена, фамилии и другие идентифицирующие данные из анкет. 900 тысяч аудиокопий удаленных имен и фамилий были переданы в миссию ОБСЕ, миссию НАТО, посольство США, Евросоюза, Франции, Германии, Великобритании, Италии, Австрии и других стран. Результаты опроса были опубликованы в октябре 2020 года, что совпало с парламентскими выборами в Грузии, говорится в письме. Партия утверждает, что никто не сомневался в подлинности этих записей и опросных листов, и никто не возражал против результатов опроса. Позиция грузинского народа и воля правительства полярно противоречивы, и мы обеспокоены тем, что несмотря на наши многочисленные и публичные призывы к эффективным действиям, правительство Грузии создает иллюзию того, что оно хочет иметь отношения с Россией. Фактически, они пытаются пресечь любую попытку двусторонних отношений и получить очки перед западными партнерами. Мы также, с сожалению, отмечаем, что работа диалогической группы ивенского формата, а также контакты с Государственной Думой, Советом Федерации и Администрацией Президента России в настоящее время полностью заморожены. И это не в интересах страны. Уважаемый господин президент, обращаюсь к вам за помощью в возобновлении нашего сотрудничества с Государственной Думой, Советом Федерации и Администрацией Президента России. Ваша помощь также важна в организации интегрированных медиа, культурных и социальных проектов, которые в целом помогут вам осознать, что единственный правильный путь – это построение открытых и дружественных двусторонних отношений, основанных на реальных интересах сторон. Говорится в письме, как подчеркнул лидер Европейской Грузии Георгий Наниашвили, «Данное письмо – это не что иное, как отголоски пророссийских интересов грузинской мечты. Любое сотрудничество с НАТО, любые совместные учения – это безопаснее для нас, к сожалению, Ирма Инашвили против этого. Но мы должны помнить, чей спутник – Ирма Инашвили. К сожалению, грузинская мечта действительно говорит от ее имени. Здесь я хотел бы напомнить вам, что в этом письме Ирма Инашвили обращается к президенту России, не к правительству Грузии или кому-либо еще, а к президенту России. Чтобы он мог вести диалог с Грузией. «Я считаю, что это коллаборационистская позиция», – сказал Наниашвили.